Мух да вереск да граниты, чуть шумит сосновый бор, с поворота вдруг открыты, далее синие озер. Так писал об этом чудесном крае прекрасной Карелии Валерий Брюсов. Сейчас озера скорее не синие, а белые от снега, Карелия не стала менее прекрасной, а в эти дни она еще привлекает особое внимание фанатов автоспорта. Все административные технические проверки пройдены, это закрытый парк и вот-вот стартует первый этап Кубка мира по ралли-рейдам и первый этап чемпионата России по ралли-рейдам Баха Северный лес. Ну это единственная гонка, которая проходит по снегу в нашем Кубке мира, поэтому тема интересна, что другого, другая страна такого уже предоставить не может, потому что у нас как раз по льду, на шипах единственная гонка. А в чем сложности? Сложности? Да и ни в чем, нет сложности. Обыкновенная гонка, как и все, но единственное, что сложность в том, что вот такие температуры минусовые, поэтому приходится поддеваться потеплее. В футболочки уже не походишь. Ну на самом деле вся эта история начиналась еще давно, когда Руслан только затеял, ну придумал эту историю о том, что провести такую гонку и я вместе с ним это все обсуждали и так далее. То есть получается, что я в принципе принимаю участие в гонке Северный лес с ее еще даже некого зарождения, да. Поэтому для меня каждый год это некий праздник. Более того, поскольку это теперь гонка является Кубком мира, то в принципе по-хорошему это в общем-то некий старт начала годового Кубка мира. Поэтому тем более достаточно ответственный историк. Проверки, права покажи категории С. Пиши мне сколько категорий. Таких стопей не существует сейчас. I think it's better for... The second time. One time I drove it in Spain in summer, now in winter. It was a good feeling. I'm quite happy. I don't want to stop, you know, I want to just... But okay, I'm quite happy and thank you for Vladimir, you know, to give me this chance to drive Kama's camion. I don't know. I'm quite happy. молодость это нормально поэтому ездил последний раз ездил на команде было мне 20 по моему года 4 25 не больше поэтому помню как это команду управлять как тормоза воздушная работа поездки на камазе на уборке толку нет был у меня опыт работы ездил я работал водителя свое время как начинал молодость не сразу на боевую машину села поехали сразу боевые садятся понятно так чувствуете и быстро проехать достаточно управляем машины и машина управляем она естественно нужно привыкнуть потому что ну те же тормоза надо привыкнуть второй круг уже поехал уже поинтереснее было потому что надо понять как управлять переключения те же скажем так если покататься вот здесь по льду денечек то можно будет шелковый путь уже попробовать на команде сказал что на старте зажмурился и потом открыл глаза только на финише это вообще на самом деле вранье конечно я забыл когда зажмурился но тем не менее конечно это действительно как бы вот мы волнительно и прекрасно совсем другие ощущения техника конечно супер и понятно когда как это на самом деле не легко управлять этим автомобилем но реально это впечатление что действительно отличный спортивный автомобиль то есть сделана работа великолепная техника конечно супер очень прикос надеюсь что когда-нибудь может быть тоже позовут попробовать проехать она володя проехал отлично видно было первый круг немножко переживал волновался и это грузовик 10 тонн по сравнению с внедорожником значимая разница в весе да здесь уже инерция в повороте так машина не останавливается быстро как легковая но тем не менее на второй круг уже почувствовал не нужно было уже глобально что-то говорить подсказывать видно мастерство что спортсмены сразу вкатываются те кто именно занимается автомобильным спортом мне очень понравилось я очень доволен и думаю если он попробует себя в грузовом зачатие у него получится динаме 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 что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в уникальном горном парке Рускеала. Только что закончился супер-спецучасток, иными словами, пролог Бахи, Северный лес. Прошу. Проехали. Да, такие карельские дорожки. Они здесь все одинаковые, поэтому лес, снег, повороты, трамплины, скользкая, и все. Ну, был пролог 19 километров. Ну, достаточно скользкая трасса, интересная, вся закрученная, извилистая, настоящая карельская. И, в общем-то, ну, проехали как-то, не знаю, надо смотреть результаты, чего, как, пока непонятно, потому что результаты как-то разнятся. У одних одни, другие другие говорят, то есть, ну, будем смотреть, чё. Привет, мы находимся на первом этапе в Баха, Россия. Я думаю, что это было довольно хорошо для нас. Мы номер один, так что мы можем выбрать хорошую позицию сейчас и сделать хорошую религию. Очень хорошая этапе. Мне нравится этот этап, это очень хорошая этапе, знаешь, это очень хорошая. Да, конечно, это трудно, но, окей, мы с удовольствием, и это было совершенно отличное от того, что я делаю в религию. В принципе, в России единственная из автоспорта гонка такого уровня, ну, кроме Формулы-1, которая проводят в Сочи, и вот здесь, в Карелии, которую мы проводим, это Баха-Северный лес. Понятно, что так как я являюсь самым гонщиком, мне самому интересна эта гонка, и все участники, кто приезжает, все всегда благодаря за такую гонку, потому что это действительно интересно. Она необычная. На наших ралли, ралли-рейдах, на все гонки это в основном пески, да, там, большая половина это песков, ну, и дорожки там, такие, как, например, в Польше или в Венгрии, там, по лесам бывает, в дождик, сыро, скользко, но зима, лес, это у нас и мороз еще. Пилотам, штурманам, так и автомобилям сервиса иметь при себе свой общегражданский паспорт. Республика Карелия, и сейчас это крюка, которая была самая быстрее, Арандончилло и Матье Мартон. Эти замечательные подарки выполнены из целебного карельского камня Шунгит. Вручает их министр спорта Александр Горонов. Аплодисменты, пожалуйста. Аплодисменты, он хочет быть первым. В третьей позиции, Тапи Лауронен. В третьей позиции, Насер Алатия. В третьей позиции. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...